Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Сегодня у нас опять откровение русского провокатора, то есть меня, Станислава Белковского. И наша главная тема – это роль Русской Православной Церкви Московского Патриархата в современной русской истории и политике. Но прежде чем я перейду к концептуальному изложению этой темы, я хотел бы сказать, что сегодня РПЦМП переживает непростые времена в личностном и техническом смыслах. Болен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в миру Владимир Михайлович Гундяев. По некоторым данным, перед крещенскими праздниками он перенес микроинсульт, из-за чего, собственно, были отменены его участия в праздничных богослужениях. Если с Патриархом что-то случится, если он не сможет исполнять свои обязанности в постоянном режиме, тогда, видимо, вместо блюстителем Патриаршего престола станет его ближайшее доверенное лицо, митрополит Иларион Алфеев, профессиональный композитор, выпускник, по другим данным, не выпускник, но сейчас-то не важно, Московской консерватории. Но я все-таки предложил бы пожелать Патриарху Кириллу крепкого здоровья и долгих лет жизни, и поскольку мы все-таки веруем в Господа нашего Иисуса Христа, помолиться за здоровье Патриарха, как бы мы к нему ни относились, как политической, экономической и социальной фигуре. Спасибо вам, если вы поддерживаете мой тезис и мой призыв помолиться за Патриарха. Ведь кто, как не мы, помолится за него и вернет ему временно и частично утраченное здоровье. Теперь перейдем к нашей основной теме. Осень 2016-го, зима 2016-го, 2017-го годов ознаменовались новым беспрецедентным наступлением Русской Православной Церкви Московского Патриархата во всех сферах нашего бытия и сознания. Мы знаем, что законодательство об оскорблении чувств верующих, которое было принято в 2012-13 годах, все более используется против даже самых безобидных персонажей российской общественной сцены. За любой перепост какой-нибудь информации, неблагоприятной для РПЦМП, которая не нравится даже ее отдельным иерархам, можно сегодня загреметь в тюрьму. Мы видим, как Русская Православная Церковь пытается влиять на культурный процесс. История с оперой «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре, снятием директора театра Бориса Мездрича и назначением на его место Владимира Кехмана, бизнесмена с весьма неоднозначной репутацией, который сегодня расклебывается с непогашенными кредитами Сбербанка, и которому глава Сбербанка Герман Греф неоднократно обещал тюремное заключение. Вот такого человека Русская Православная Церковь поддержала на пост директора театра. А режиссер Тимофей Кулябин был в итоге отправлен в Москву. Сегодня уже митрополит Тихон Емельянов, которого я лично знаю, поскольку он был настоятелем моего храма, где я был прихожанином, церковь всех святых во Всехсвятском на Соколе в Москве. Да, он уже требует запретить новогодние представления Щелкунчика, потому что, по его мнению, Щелкунчик — это оккультный персонаж. И это смешно только до определенного предела, ведь еще вчера мы не думали, что церковь может запрещать Тангейзер. Скандал с фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя, когда один из самых влиятельных церковников, хотя и не очень высокопоставленный по церковной иерархии, епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, который долгие годы считался духовником президента России Владимира Путина, хотя, скорее всего, он им не является. Владимир Путин слишком скрытен и мнителен, чтобы иметь одного духовника. Он распределяет информацию между многими, но это не значит, что он готов довериться кому-то всецело и постоянно, и полноценно. Тем не менее, епископ Тихон Шевкунов, который, я думаю, и не видел в полном объеме фильм «Матильда» Алексея Учителя, а видел лишь трейлер, заявил, что он оскорбляет новомучеников в лице царской семьи и поэтому должен быть серьезно переделан. Здесь, конечно, понятны и личные творческие амбиции Владыки Тихона, ведь он выпускник сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии в ГИКа имени Сергея Аполлинаевича Герасимова, прошу прощения, да? Поэтому, конечно, всякий сценарист всегда может раскатиковать тот фильм, в котором сценарий писал не он. Но это сформулируется от имени церкви и от имени православного сообщества. Все это происходит в рамках так называемой никодемианской традиции. Одной из ключевых фигур русской православной церкви в 60-х-70-х годах прошлого века был митрополит Никодим Ротов. Это знаковая фигура. Выдающаяся в интеллектуальном плане, причем здесь слово «выдающаяся» не должно восприниматься исключительно со знаком «плюс», но, может быть, и со знаком «минус». Митрополит Никодим Ротов сформировал фактически современное священно-началие русской православной церкви Московского патриархата. Это именно он, это именно он, привез из Сталина митрополита Алексея Ридигера, который стал впоследствии патриархом Алексеем II. Это именно он сделал представителем Украинской православной церкви Филарета Денисенко, который впоследствии пошел на церковный раскол. В 1992 году, после распада Советского Союза, создал киевский патриархат в надежде, что вся украинская паства придет под его амафор. Это именно он сделал своим любимым учеником и воспитанником нынешнего патриарха Московского ФСР Руси Кирилла Гундяева. Благодаря владыке Никодиму Кирилл, тогда Владимир Гундяев, экстерном окончил Ленинградскую духовную семинарию. Он был келейником сначала митрополита Никодима, а затем его секретарем. И благодаря инерции, которую создал в Русской православной церкви владыка Никодим, митрополит Кирилл уже в 43 года стал главой отдела внешних церковных сношений и постоянным членом Священного Синода РПЦ МП. Это было в 1989 году. С тех пор он стал актуальным кандидатом на пост патриарха Московского ФСР Руси, и это реализовалось 20 лет спустя. И все эти 20 лет он стал со важнейшей, ключевой, знаковой фигурой для РПЦ. При том, что и митрополита Никодима, и его последователь, основного патриарха, нынешнего патриарха Кирилла, подозревали в экуменизме, в ересе экуменизма, в том, что они реально ориентируются на Ватикан и чуть ли не являются скрытыми католиками. Это так и не так. Конечно, они не скрытые католики. Ориентировались они на Ватикан только в одном смысле. Митрополит Никодим всегда проповедовал, что Русская православная церковь должна иметь ту же власть, что и Святой Римский престол. Светскую власть над людьми. Она должна распоряжаться армиями, финансовыми потоками. Она должна благословлять светских лидеров или, наоборот, не благословлять их, не давая им возможности прийти к власти. Это понятно, ведь Русская церковь была в загоне. И была в загоне она не только при большевиках, как принято считать. Гонение на Русскую церковь начало еще император Петр I, первый русский император. После кончины патриарха Адриана в 1700 году он ликвидировал патриаршество, назначив место блестителям Святейшего престола митрополита Стефана Еворского, украинского митрополита. И вскоре место патриаршества занял Священный Синод, орган полностью подконтрольный государству, государственный. Когда сегодня обсуждается, что Исаакиевский собор не должен быть передан РПЦМП, потому что он никогда не принадлежал церкви, а принадлежал государству, можно вспомнить, что сама церковь с петровских времен принадлежала государству в полном объеме. Она не управляла собой. Кроме того, церковь находилась в перманентном конфликте с огромным количеством действительно и истинно православной паствы, старообрядцами, которые откололись от нее в результате некорианских реформ 17 века, которые патриарх Никон проводил под патронажем отца императора Петра Великого, царя Алексея Михайловича. Потом, правда, Алексей Михайлович и патриарх Никон поругались, но это уже совсем другая история, выходящая за рамки нашего обсуждения. И к 1917 году как раз возникла надежда на возрождение церкви. Той самой церкви, из которой при Николае I в XIX веке был запрещен выход, потому что если бы он был разрешен, то храмы бы полностью обезлюдили. Таков был авторитет официального священноначалия, подконтрольного тогда государству, авторитет официальной церкви, как конституции. И в 1917 году начался поместный собор, который уже даже после Октябрьской революции избрал предстоятелем Русской Православной Церкви Московского Патриархата Василия Ивановича Белавина, ставшего патриархом Тихоном и ставшего мучеником за веру и прославленного в лики святых архиерейским собором сначала Русской Православной Церкви за границей, а потом Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Поскольку все 8 лет, что патриарх Тихон был предстоятелем, он вел жесточайшую борьбу с большевистской властью. Отчасти он пытался с ней помириться и выпускал ряд заявлений, в которых декларировал лояльность светским властям. Но он предал анафеме организаторов гражданской войны и красных, и белых, но в первую очередь, конечно, красных, большевиков. Именно он сопротивлялся реквизиции богослужебной утвари, которую в 1921-1922 годах затеяли большевики для того, чтобы продать это утвари и бороться с голодом. Хотя мы не знаем, насколько эффективны были усилия их в этом направлении и пошли ли доходы от продажи богослужебной утвари на самом деле на борьбу с голодом на территории бывшей Российской империи. Патриарх Тихон делал все, чтобы сохранить священство и священно-начали РПЦМП в условиях жесточайших репрессий, которые обрушились на церковь, когда сотнями и тысячами расстреливали священников. Поэтому, когда сегодня представители священно-начали нынешней РПЦМП говорят о том, что ленинско-сталинские времена были для церкви не так плохи, об этом надо вспомнить. И патриарх Тихон принял мученическую смерть в 1925 году. По одной из версий его отравили, по другой, поскольку перед, за несколько часов до смерти он сказал, что я недословно сейчас цитирую, но по смыслу совершенно точно, на мой взгляд, я засну надолго, и сон мой будет крепким, он покончил с собой. Что христианин, конечно, делать не должен. Но в соответствии с обстановкой, в которой находился патриарх Кирилл, сообразуясь тем чрезвычайным обстоятельством, страшным гонением, которые были непосредственно него, ведь он сидел в тюрьме, он был заточен в Донском монастыре, без права контакта с внешним миром неоднократно, он повергался допросам и унижениям в НКВД, а он мог принять и такое решение. Потому что, может быть, оно было спасительным тогда для той части церкви, которая все-таки их сохраняла верность православному канону и священному писанию. А не просто хотела вписать русскую православную церковь как некий конъюнктурный институт в государственный контекст. Эта миссия, эта участь выпала преемнику патриарха Тихона, Сергию Старогородскому, который сначала был местоблестителем патриаршего престола, а в сентябре 1943 года был приглашен к Иосифу Виссарионовичу Сталину в Кремль в компании еще двух иерархов, митрополита Ленинградского Алексея Симанского будущего, патриарха Алексея Первого, и митрополита Николая Ярушевича, и стал патриархом. Иосиф Сталин немедленно организовал поместный собор, который восстановил патриаршество и избрал Сергея Старогородского патриарха. Почему это было сделано? Это было сделано потому, что Сталин нуждался некоим русским национальным и религиозным возрождением для закрепления победы в Великой Отечественной войне и некоторой смене дискурса, да простится мне это пошлое слово, победа становилась уже не просто коммунистической, она становилась русской, национальной и православной. Для Сталина это было очень важно, поскольку тем самым он отделял самую победу от коммунистической партии, для которой он был царем и богом, но все-таки его амбиции были гораздо шире. Стать лидером русского народа. Мы знаем, что кардинальная мечта Сталина была стать русским из Грузина. Есть известный апокриф о том, как актер Малого театра Алексей Дикий играл Сталина на сцене и придумал уникальный гениальный ноу-хау. Он исполнял роль товарища Сталина без грузинского акцента. Я не помню, что это за пьеса была, потому что вряд ли хоть одна значительная пьеса русской иноматургии сделает своим главным героем Сталина, и сейчас это не важно. Но когда художественный совет принимал спектакль в Малом театре, члены худсовета осторожно спросили актера Алексея Дикого, игравшего без Сталина, без грузинского акцента, а вы же понимаете, товарищ Дикий, что товарищ Сталин так не говорит? И здесь Алексей Дикий блестяще изобразил идиота. Он сказал, а как же говорит товарищ Сталин, а как он не говорит? И поскольку худсовет не мог сформулировать, как говорит товарищ Сталин, и как он не говорит, по страхам расстрелу или как минимум полного разгона, то Алексей Дикий играл Сталина без грузинского акцента, и Иосиф Виссарионович присутствовал на премьере этого спектакля в Малом театре, и на следующий день Алексей Дикий стал народным артистом СССР. Так высоко оценил великий учитель вождь народов это ноу-хау, это понимание его глубинной сущности, стать русским. И восстановление РПЦ МП в 1943 году это проявление той же глубинной интенции самого кровавого правителя в нашей истории стать русским, вопреки своему этническому происхождению и культурному багажу, выдаваемому акцентом. В 1945 году уже Сергий Старогородский скончался, и патриархом стал Алексей I, Семанский, который тоже присутствовал на той преснопамятной встрече с Иосифом Сталиным, но не исчез сам серганский и сергианский дискурс, который сформировался не тогда, а еще значительно раньше, в 1927 году, когда была принята знаменитая декларация вместо блюстителя патриаршего престола митрополита Сергия. «Обещав быть Советским Союзом и Советской властью во всех их горьях и радостях». Я прошу прощения за некорректную грамматическую формулировку. С этого момента церковь обслуживала власть. Явление Никодима Ротова, человека весьма молодого, он 1029 года рождения, как и патриарх Алексий II, как и Филарет Денисенко, нынешний представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Раскольнической церкви. Скончался он в 47 лет, в 48 лет полных, на ступенях апостолического дворца Ватикана. Он торопился на прием к Папе Римскому, Иоанну Павлу I. И поскольку уже к этому моменту у него было несколько инфарктов, больное сердце, он не выдержал этого крутого подъема и упал на лестнице бездыханной. По одной из других версий, ему достался яд, который предназначался Иоанну Павлу I, от которого понтифик умер несколькими неделями спустя, стався самым скоротечным папой в новой и новейшей истории. Но так или иначе, митрополит Никодим Ротов пытался использовать образ Ватикана как светской власти, как власти под взглядом, под дуновением которой трепещут светские властители, независимо от того, веруют они в Господа нашего или не веруют, на русскую церковь. И сегодня это делает патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он своих планов и не скрывает. Еще когда умер патриарх Алексий II, во время траурного богослужения в храме Христа Спасителя, Кирилл, в то время еще местоблюститель патриаршего престола, а не полномерный патриарх, сказал, церковь должна выйти из социального гетто. То есть церковь не должна заниматься церковными делами, она должна заниматься делами светскими. Она должна благословлять и расставлять чиновников, запрещать или разрешать спектакли, фильмы, выставки. Только что патриарх Кирилл фактически благословил действия вандалов, которые напали на выставку ветерана Великой Отечественной войны знаменитого скульптора Вадима Сидора в минувшем году в Манеже. При том, что Вадим Сидор реальный боец и герой Великой Отечественной войны. И патриарх Кирилл осмелился сказать, что выставка Вадима Сидора одного из самых известных российских скульпторов 20 века это провокация. Церковь должна быть всем, только не церковью. Вот девиз современной РПЦМП. В связи с этим я хотел бы вспомнить известный, может быть, даже нашумевший отчасти сериал «Молодой папа» режиссера Паула Соррентина, где Джут Лой играет молодого папу римского, 47-летнего американца. Этот сериал я смотрю очень внимательно, потому что поставил очень правильный вопрос об инаковости природы церкви. Все претензии, которые долгие месяцы предъявляются к молодому папе Пио XIII, в том, что он не идет навстречу политическим пожеланиям паства. Он не встречается с политиками, он не проводит митингов, он не устраивает массовых мероприятий, он не устраивает, он не смиряется с тем, что абсолютные лицемеры и ханжи, не верующие в Бога, там есть канонический абсолютный образ сестра Антонии, который напоминает какую-то русскую даму, провозгласившись о святой при жизни, которую Господь Бог недавно призвал к себе, тем самым разрешив вопрос о необходимости ее дальнейших земных усилий. Пи XIII дистанцируется от всего этого. И сначала поэтому количество прихожан уменьшается, интерес к святому престолу падает. Но потом, когда из этой тайны, из этой загадки Пи XIII приходят настоящим проповедникам и святым, интерес к святому престолу сразу резко возрастает. Потому что паства именно алчат инаковости природы церкви. Она не хочет, чтобы церковь была собесом или политической партией, или офисом губернатора, или придатком президентской власти. Колоссальный приток верующих, особенно активных, мыслящих верующих, прихожан в русскую православную церковь московского патриархата случился в конце 80-х, начале 90-х годов минувшего 20-го столетия, когда церковь обозначила себя как реального духовного лидера, как институт, внутри которого была святость. С тех пор представления о святости премного рассеялись и рассосались. Да, формальное количество православных в России может быть и растет. По данным ВЦОМ, это 75% населения страны. При этом, по данным других весьма ответственных социологических исследований, из этих 75% воцерковлены, то есть реально посещают богослужения и знают, что такое причастие и исповедь, 9% населения. Даже компромиссный опрос ВЦОМа, который пробовал проверить россиян на знании священного писания, показал, что православных 41%. Но это еще не самый большой прикол, да простится мне это пошлое слово. 60% из этих 75% сомневаются в существовании Бога, а 30% твердо убеждены, что Бога нет. И при этом объявляют себя православными. Это мертвые души в чистом виде. Я сейчас написал синопсис сценария сериала «Молодой Патриарх». Это некая реплика на молодого папу. И там есть один эпизод, который я позволю себе изложить. Молодой Патриарх, по сценарию его зовут Константин, после встречи с папой Пием XIII, тем самым из сериала «Молодой Папа», спускается по испанской лестнице в Риме, и приходит в старое греческое кафе, так называемое «Антико Кафе Греко», которое известно в Риме, что там бывали все. От Байрона и Стендаля до Николая Васильевича Гоголя. И одно из самых козырных мест этого «Антико Кафе Греко» – это столик, над которым висит автограф Гоголя, посвященный Риму. И еще много стихотворений современных и несовременных поэтов посвящены этому кафе и этому столику на «Виа Кондоте» в Риме. Есть даже премия «Виа Кондоте». И патриарх, сидя под автографом Гоголя, думает, что это действительно колоссальная операция с мертвыми душами, которая была у Павла Ивановича Чищикова. Сконцентрировать людей, которых нет, и заложить их государству. Вот гигантский бизнес. Я не хочу никак лично критиковать иерархов Русской Православной Церкви и Московского Патриархата, тем более, что сегодня главный из них находится в непростом положении с точки зрения здоровья. Не случайно такой успешный был опробовать протестантов на территории России в последние 20 лет. И особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где сильны старообрядческие позиции. А старообрядцы, несмотря на то, что они уже прощены Русской Православной Церковью и как бы виртуально прижаты ей к любящей груди и бороде Патриарха Московского, не верят в полном объеме в искренности и честности. Этой системы институтов. Этой системы Мерседесов и Лексусов, на которых ездят иерархи. Ведь отец Всеволод Чаплин, бывший руководитель одного из ключевых отделов отдела по взаимодействию церкви и общества Московского Патриархата, еще когда он не впал в немилость Патриарха, это случилось около года назад, говорил, что всяческая демонстрация земного богатства и могущества плодотворна и позитивна для церкви. Потому что она показывает, что в Патриархе есть торжествующий Христос. Торжествующий Христос, который носит часы Патрак Филипп. Мы все помним этот забавный эпизод несколько летней давности, когда на сайте Московской Патриархии стерли часы с помощью фотошопа с руки Патриарха, но не стерли их отражение в столешнице его царственного стола, его резиденции в Чистом Переулке. Кстати, резиденция в Чистом Переулке была передана московскому Патриархату осенью 1943 года товарищам Сталиным, а до этого там располагалась резиденция посла Германии, то есть той страны, которая находилась в состоянии непримиримой и кровавейшей войны с Советским Союзом. И в этом тоже был дьявольский юмор товарища Сталина, который был по-своему очень искушен в таких вопросах. И что, конечно, нужно ездить на бренированных Мерседесах и машинах с мигалками, потому что иначе кто же будет уважать церковь? Ведь уважение ее это принадлежность к светской власти, а не к духовной. Я хочу сказать по этому поводу следующее. Я стал христианином в 1887 году, когда на меня снизошло озарение, что Бог есть. Это было просто озарение. Я тогда заканчивал школу. И вдруг неожиданно я понял, что все знания, которые я получил в школе, однозначно подводят меня к идее о существовании Бога. Потому что этот мир не мог быть создан сам собою. И даже для того, чтобы поднять камень с земли и возвысить его над своей головой, нужно приложить определенные усилия. И неужели сам мир приложил на собой усилия, чтобы создаться? Это невозможно, точно так же, как невозможно самоподнятие камня с земли. Если только не чудесным образом, а чудо, это всегда Господь Бог. Собственно, второе начало термодинамики гласит, что во всякой замкнутой системе уровень энтропии, то есть обесцененность энергии может только увеличиваться. И если считать, что наша Вселенная замкнута, то она не может творить самое себя. Большой взрыв это тот самый акт творения, который описан в книге Бытия Библии. А реликтовое излучение температуры 3 Кельвина, то есть минус 270 по Цельсию, которое пронизывает всю Вселенную, это эхо этого большого взрыва. Это то ледяное дыхание, с помощью которого Господь Бог возвращает нас к мысли о себе. Уже потом, в 90-е годы, я думал о воцикновении. Я этнический поляк по отцу, еврей по матери, поэтому я мог стать и католиком, и иудеем. Но моя крестная мать, известная московская художница Екатерина Васильевна Московская сказала мне, где родился, там пригодился. Если ты в России ощущаешь себя русским, ты должен стать православным. Так и произошло. Я крестился в православной церкви. Я сейчас не ощущаю себя элементом русско-православной церкви московского патриархата. Я безусловно ощущаю себя частью церковной полноты и свою причастность к церкви как к телу Христову. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, жить с Господом Богом очень хорошо. С одной стороны, ты ощущаешь свое полное ничтожество, потому что ты всего лишь песчиночка из Господнего решета. И с тобой каждый день, каждый час, каждую минуту может случиться все, что угодно. Ни от чего нельзя застраховаться. С другой стороны, ты велик, потому что будучи песчиночкой из Господнего решета, ты полностью отдаешь себя Господней воле. И ничего с тобой не случится без этой Господней воли. Как говорил в глубоко религиозном романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, хотя и главный герой этого романа «Дьявол», но это оборотная сторона религиозной доктрины этого произведения, кирпич просто так никому на голову не падает. Если ты с Господом, если ты общаешься с Ним посредством молитвы, то ты защищен от превратности светской земной судьбы. Это непросто понять. Но ты не должен бояться мента, прокурора, президента, потому что с тобой Господь Бог, к которому ты всегда можешь обратиться напрямую. Тебе не нужны посредники. И Господь Бог услышит тебя и ответит тебе. Как правило, это происходит во сне, но иногда и в изырениях и видениях наяву. И сегодня Россия подошла к той черте, когда для ее спасения и превращения ее перехода в новое историческое качество нужна истинная вера. Это случится. Конвульсии Русской Православной Церкви Московского Патриархата этому не помешают. Я не знаю, доживу ли я до этого момента, но аудитория телеканала Дождь так молода. И я верю, что аудитория телеканала Дождь до этого момента доживет. И мы вместе помолимся. Я по ту, а вы по эту сторону земного фокуса.